22 августа в России отмечается знаменательный праздник для всей страны – День государственного флага. В связи с этим в Каспийске проходят различные мероприятия, где задействованы все, от мала до велика. Так, дошкольное образовательное учреждение номер 14 «Журавлёнок» города подготовило патриотическую программу. Для воспитанников были организованы различные конкурсы, игры, танцы и стихотворения. Отражаем солнцеблики, воплощая силу, мощь золотой нашей державы, чтобы никому не смочь сокрушить Россию славу. Основная цель проведения мероприятия – это воспитание патриотического духа, уважение к государственному флагу России и чувство любви к Отечеству. Гордости за него через художественное слово и музыку. В ходе мероприятия детям рассказали немного о главных символах страны и истории их становления. А ещё флаг называют реколором. Красный цвет обозначает отвагу, мужество, храбрость, силу, могущество и жизнь. А ещё в древности красным называли всё красивое. Например, весна красна, красно-солнышко, девица красная. То есть красный цвет обозначает красоту. Государственный флаг – это опознавательный знак нашей страны, ведёт историю с 1668 года и служит России уже более 300 лет. Отметим, что День государственного флага Российской Федерации установлен указом президента от 1 января 2001 года. В связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического трёхцитного флага, овеянного славой многих поколений россиян. В завершении мероприятия заведующая детским садом номер 14 «Журавлёна» города Каспийска Луиза Жаркова провела вручение подарков победителям конкурса за лучший рисунок, приуроченный всероссийскому празднику День флага. А сейчас я хочу сказать вам, что в нашем детском саду прошёл конкурс детских рисунков на тему государственного флага Российской Федерации. Я хочу поблагодарить всех участников, абсолютно всех участников и участниц нашего конкурса рисунков. Сказать им всем огромное спасибо за участие, потому что все работы замечательные, и жюри было очень трудно выбирать из них лучше. Победителем конкурса стала Камила Эмерзаева, второе место получила Самира Ахмедова, а обладателем третьего места стал Артур Абакаров. Отметим, что все дети – это воспитанники подготовительной группы. Стоит подчеркнуть, что все победители получили подарки от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Абдуллахида Джаватова. Спасибо. Спасибо.